МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Карина Кашина. Вначале коротко о главных событиях. Гульжан Колданова, мать пятерых детей, вот уже семь лет не может выбраться из полосы неприятностей. Несколько лет назад у нее забрали дом мечты, а теперь еще и отказываются исполнять постановление суда о возврате средств. В Караганде с аншлагом прошла премьера исторической драмы «Тамирис» самого ожидаемого фильма года в Казахстане. Перед показом создатели кинокартины встретились со зрителями. Творческую группу возглавил режиссер фильма Акан Сатаев. Будущее Казахстана в руках молодежи. В областном филиале партии «Нуратан» студенты получили наставления от общественных деятелей и поделились собственными успехами. Гульжан Колданова, мать пятерых детей, вот уже семь лет не может выбраться из полосы неприятностей. У женщины рак третьей степени. Позади четыре операции и шесть курсов химиотерапии. Несколько лет назад у нее забрали дом мечты. А теперь еще и отказываются исполнять постановление суда о возврате средств. Я, как многодетная мать пятерых детей, от безысходности уже обращаюсь к вам, господин президент. Потому что моим обращением по всем инстанциям никакого ответа удовлетворяющего меня не получала никак. В 2011 году семья Колдановых приобрела дом у фирмы «Намат». Был составлен предварительный договор. Жилплощадь находилась в залоге у Форте-банка, но по обещаниям фирмы в течение 10 дней должна была перейти на имя новых хозяев. С того момента для семьи начались приятные хлопоты по благоустройству ровно на три года. «Приходят уведомления о невеселении, о незаконном нашем проживании в этом доме. Чтобы прояснить ситуацию, мы решили поговорить с главой фирмы. Оказалось, там некоторые перемены, поменялась вся глава фирмы, и новые владельцы не хотели нам все это возвращать, то есть отдавать этот дом». Дом пришлось покинуть. Дальше последовала череда судебных разбирательств. И Верховный суд все-таки обязал фирму «Намат» вернуть деньги многодетной семье. Четыре года решение существует на бумаге, а вот воплощать его в жизнь никто не собирается. «Как это делается? Судебный исполнитель берет, приступает к исполнению. В этот момент фирма «Намат» подает в суд заявление о признании его банкротом. Естественно, суд рассматривает, разбирается и отказывает им. Он подает апелляционную жалобу, а властной суд ему опять же отказывает. Но за это время проходит время, месяца два-три. Потом, после этого, естественно, судебный исполнитель заново приступает к исполнению. Через 10 дней Холданов опять подает исковое заявление о признании фирмы банкротом. Таким образом, в течение трех лет, 7-8 раз, Адикенов подает заявление о признании фирмы банкротом или на реабилитацию». За это время при таком нарушении закона любое юридическое физическое лицо давно должно быть привлечено к уголовной ответственности. Одним из собственников фирмы «Номат» является СПК СРРК, дочернее предприятие экс-заместителя Акима Карагандинской области. Компания принимает участие во всех судебных тяжбах, но никак не влияет на ускорение исполнения предписания. Эту же позицию занимает и департамент госдоходов. «Налогики знают о том, что он тоже должен государству. Но ни в одном процессе они против вот этого иска не выступают. То есть бездействуют. Понимаете, и вот это вот действие СПК СРК и таки органы госдоходов, помогает КГС Адикенову, чтобы дальше он как-то не исполняет решение суда». В августе Караганду посетил советник президента Аида Балаева. Она ознакомилась с ситуацией и дала поручение госструктурам разобраться. Но сдвига в деле все еще нет. За воросток государственного имущества, невыплату налогов в размере 137 миллионов тенге и воспрепятствие исполнения постановления суда так никто и не несет ответственности. На данный момент многодетная семья живет в маленьком доме на окраине города. Вся надежда Гульжан-Калдановой на вмешательство лично главы государства. Полина Малюкова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Аким Карагандинской области Женис Касымбек отреагировал на жалобы жесказганцев на коммунальную проблему. Из-за аварии на Уитас-Айдосском водоводе жители города остались без питьевой воды. Ситуация вызвала большой резонанс в социальных сетях. Люди жалуются на нехватку подвозной воды. Третьи сутки жители жесказгана отрезаны от центрального водоснабжения. О причинах этого на аппаратном совещании доложил Аким города Кайрат Бегимов. Глава региона остался недоволен. Ходом работы потребовал в кратчайшие сроки обеспечить жесказганцев качественным водоснабжением. Мы говорим о готовности к отопительному сезону. Какая готовность, если вы не можете горячую воду подать? Не говоря о горячей воде. Холодной воды нет в домах. Вы сейчас обязательства берете завтра до трех, чтобы все вопросы были решены. Чтобы на всех этажах, во всех домах многоэтажных вода была. Сегодня отработайте, чтобы подвоз воды был в полном объеме. У меня в приемной скопилось огромное количество звонков поступило. Именно по качеству работы даже ваших организаций, которые занимаются подвозом воды. Абсолютно ненормальная ситуация. Здесь же Акимобласти обратил внимание подчиненных на необходимость более тесно работать с населением. На прошлой неделе Женис Косымбек открыл страницу в социальной сети. За несколько дней поступило уже множество обращений. В целом, все практические обращения имеют конкретный характер. Жители жалуются зачастую, что до Акимов не достучаться. Я призываю коллеги всех вас присутствовать в социальных сетях. Не просто заводить страницу. Необходимо работать с населением точечно, если есть необходимость, в ручном режиме. Сегодня время такое, что действительно многие вопросы надо решать только в ручном режиме. Мы видим комментарии, которые касаются работы какого-то управления и так далее. Не надо ждать каких-то поручений сверху. Сами принимайте решение, оперативно решайте эти вопросы. С начала года в Карагандинской области сложилась экономия по итогам государственных закупок. Сэкономленные средства перераспределены по другим важным проектам. В частности, на строительство жилья в Караганде, Жасказгане, Сатпаеве и Балхаше. На выплату адресной социальной помощи и на многое другое. По управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства также перераспределены средства на продолжающиеся проекты по строительству объектов электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения в городах Караганда, Тимирта, Жасказган, Вабайском и Жнаркинском районах. Дополнительно планируется выделение средств на начало строительства третьего тепловывода в городе Караганда. Аким области поручил держать под постоянным контролем все вопросы, которые касаются реализации проектов в области коммунального хозяйства. Андрей Тенжасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Аким Карагандинской области Жениска-Сынбек проверил готовность областного центра к предстоящим холодам. На сегодняшний день в больницах, школах и детских садах уже дали тепло. В связи с заморозками отопительный сезон начался раньше срока – 28 сентября. Глава региона побывал на станциях ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. На ремонт обоих предприятий в этом году потратили многомиллионные суммы. Из них около 4 миллионов на капитальный и расширенный ремонт основного оборудования. Остальное – на текущий ремонт вспомогательного оборудования и зданий. Обе станции уже подают тепло в дома горожан. Зимний режим и циркуляция порядка 11,5-12 тысяч тонн в час. Сейчас мы 6 тонн в час. Выдаем зимой до 900 калорий в час. Возможно, мы запасы. Тысяча тонн. Запасы. Да, запасы есть. Женис Касымбек поинтересовался количеством и частотой серьезных аварий на тепловых сетях. Было сказано, что прошлой зимой в одном из районов Юго-Востока произошла одна серьезная авария. Тогда часть домов перевели на ухудшенный режим теплоснабжения. В этом году тепловые сети здесь заменили, поэтому перебоев с подачей тепла в этом районе не ожидается. Аким области также посетил предприятие Караганды-Су. Он осмотрел оснащение, водоочистные сооружения и побывал в лаборатории, где следят за качеством питьевой воды. Контролируется питьевая вода, подаваемая потребителю. Но помимо этого у нас еще существует график сзади вас, микробиология и здесь, где мы еще оббираем распределительную сеть. То есть мы ведем контроль и за распределительную сетью там тоже наша питьевая вода. Кроме этого, главу региона интересовал и вопрос уборки снега. Женис Касымбек ознакомился с работой фирмы «Тазалык Эксперт». Зимой сотрудники предприятия будут чистить снег на дорогах и тротуарах. В их распоряжении 173 единицы техники. При необходимости привлекаются дополнительные машины. 24 погрузчика, 22 МТЗ-трактора. Проблемы какие? Проблемы? Ну, проблемам не будет хвататься массоваться. Потому что нам придется ехать на номинации, орендовать эту технику. Сколько она будет? Ну, на 60 единицах. Глава региона также проверил, как идет реконструкция проспекта Строителей от улицы Университетской до улицы Приканальной. Здесь уже постелили щебеночно-мастичный асфальтобетон. Сейчас устанавливают забор, гранитные бордюры и укладывают брусчатку на тротуарах. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Самая ожидаемая кинопремьера года состоялась в Караганде. В прокат вышла отечественная картина «Тамирис». На пресс-конференцию большая часть творческой группы фильма облачилась в наряды зеленого цвета. Гости с улыбкой назвали это проявлением командного духа. Группа поделилась историей создания картины и рассказала, готова ли к критике. На съемки фильма «Тамирис» ушло два с половиной года. 93 съемочных дня, 150 часов отснятого материала. Съемки проходили на берегу реки Ильи, в Чунже, в Боровом и в Алматы на киностудии «Казахфильм». Режиссер, исполнительница роли «Тамирис», продюсер, художники и гримеры приехали познакомиться с карагандинской публикой. Акан Сатаев и сам родом отсюда, поэтому встреча прошла в особенно теплой атмосфере. Вот и сегодня мы с группой, ну вы должны понимать, что это не вся группа. У нас было время, когда группа доходила, количество людей было 400 человек, поэтому такой, скажем, усеченный состав. Но тем не менее, мы, как говорится, в терняшках, приехали, будем за группу отдуваться. Вот поэтому еще раз мне очень приятно здесь находиться. Я думаю, что и моим коллегам в нашей группе тоже будет очень приятно сегодня представить карагандинской аудитории наше кино. Мы очень старались сделать хорошее, качественное, смотрибельное кино, которое, в общем-то, понравится, наверное, любому зрителю от любой точки мира. Мы очень на это надеемся. К «Тамирис» действительно проявляют большой интерес, особенно тюркоязычные страны, в их числе Турция. Прокат уже идет в Кыргызстане. Однако в Иране картину раскритиковали. Акан Сатаев объяснил, что в разработке сценариев пор шел на труды Геродота. Но иранцы эту версию не воспринимают. У них актуальны летописи древнегреческого историка Ксенофона, где все немного по-другому. Мы делаем свою историю, мы восхваляем своих предков, поэтому мы тоже имеем полное право на это. Что касается критики, конечно, мы готовы. Конструктивный, грамотный, здоровый критик, мы всегда открыты и готовы. Специально для съемок создали исторически достоверные костюмы, оружие, предметы быта, колесницы и строения. Одежда шилась исключительно из натуральных тканей. Декорирование до мелочей выполнялось вручную. Актеры делятся, что на примерках наряды казались слишком неудобными и тяжелыми, но для степных условий подошли идеально. Один из тяжелейших костюмов царицы весил около 10 килограмм. Что касается головных уборов, да, они были действительно некоторые тяжелые, но все довольно преодолимо, терпимо. Тем более, как мы женщины умеем, если это красиво, мы потерпим. Поэтому ради красоты, ради того, что вы увидите на экране, это было честь и удовольствие терпеть какие-то неудобства. Лента рассказывает о сильной женщине, трагедии в жизни которой вытачивали ее характер и сделали такой, какой мы знаем ее сегодня. Эта история знакома, если не всем, то очень многим. Два часа 35 минут зрители, не отрываясь, следили за ходом развития сюжетной линии. Аплодисменты в зале не утихали 7 минут. А значит, картина удалась. Полина Малюкова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Будущее Казахстана в руках молодежи. В областном филиале партии «Нуратан» состоялась очередная встреча представителей партии управления молодежной политики и молодежного крыла «Жасотан». Здесь студенты получили наставления от общественных деятелей и поделились собственными успехами. Встреча началась с кадровых перестановок. Нурлан Джитбзбаев объявлен новым руководителем управления молодежной политики. Это пример социального лифта для молодого поколения. Мы продолжаем, даже еще лучше, понимаете, это вот социальный лифт, это для вас пример, что «Жасотан», он формирует кадры, кадровый резерв. И сегодня с кадровой резерва Нурлан Джитбзбаев возглавляет управление молодежной политики. Это что означает? Значит, у него есть огромный ресурс, возможность продолжить те проекты, идеи совместно уже на уровне, у него уже другой взгляд. Палата предпринимателей активно обучает молодежное крыло области. Так завершили программу обучения 1300 человек. Из них 300 молодых людей на сегодняшний день уже открыли свое дело. Государство предоставляет многочисленные гранты и проекты, но Карагандинская область все еще остается одной из лидирующих по безработности. Ну, по безработице у нас Карагандинская область занимает высокое место, 9 тысяч безработных. То есть здесь, мне кажется, вот сейчас молодежным крылом уже там вместе со всеми молодежными движениями, с нашим депутатским корпусом. Я являюсь еще руководителем депутатской реакции, поэтому мы готовы. Есть проблема. Активная гражданская позиция молодежи может оказать значительное влияние на общественную жизнь. Ния Сундит Али вспоминает, как через социальные сети поднял вопрос восстановления детской железной дороги. Инициативы поддерживаются и реализуются, просто многие этого не замечают, заявляет юноша. Детская железная дорога в Караганде, она вышла на совершенно новый этап. Она самофинансируется, она работает, она приносит удовольствие и радость детям и стала визитной карточкой города Караганды. Такие примеры – не единичный случай. Молодые люди с раннего возраста, идущие к своим целям, активно участвующие в жизни общества, добиваются желаемого и становятся почетными гражданами нашей страны. Полина Малюкова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Пешие прогулки, ночевки в палатках и блюда прямиком с костра. Школьники и подростки Карагандинской области побывали в настоящем походе Караганда выше облаков. Проект подготовлен в рамках программы «Рухани Жангару». В течение пяти дней детям и подросткам области представилась уникальная возможность получить практические навыки туриста и запастись массой новых впечатлений. Пять туристических групп по 11 человек ежедневно проверяли свои силы в пеших походах дистанции 15 километров. Ночевали в палатках, еду готовили на костре. Все, как и полагается, настоящим туристам. Походы проводились в любую погоду – и в дождь, и в ветер. Для того, чтобы показать детям и научить их действовать, чтобы им было нормально. Да, это и в жизни им, безусловно, пригодится. В ходе небольшого путешествия ребята прослушали мастер-классы, отработали коммуникационные навыки и работу в команде. Кроме того, прохождение маршрута расширило кругозор подростков и позволило на практике закрепить здание об истории города Караганды. Полина Малюкова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев. Первый карагандинский. Третья победа подряд. Хоккейный клуб «Сареарка» поправляет свое турнирное положение. В домашнем матче с Тамбовым карагандинская дружина одержала победу со счетом 2-1. По традиции игру «Сареарка» начала активно. Нападающие смело лезли на ворота соперника. Игроки Тамбова самоотверженно оборонялись, но на девятой минуте нападающий карагандинцев Сергей Голоднюк забросил первую шайбу. 1-0. В оставшееся время наши хоккейсты продолжили постоянно держать в напряжении оборону соперника, но увеличить преимущество в счете до перерыва не смогли. Во второй 20-ти минутке рисунок игры не изменился. Хозяева чаще гостили в зоне соперника. Но в одном из эпизодов игроки Тамбова смогли воспользоваться ошибкой карагандинцев и большими силами побежали в атаку. 1-1. И все же постоянное давление «Орлов» на ворота Тамбова привело к еще одной заброшенной шайбе. Капитан команды Андрей Бирюков вновь вывел «Сареарку» вперед и установил окончательный счет матча. 2-1. Третье к ряду победа «Сареарки». Скажу так, да, я всегда с ним с коллегой был хороший такой матч, упорный матч. Я рад за команду, что характер проявили, бойцовские качества. Такие матчи просто так не выигрываются. Такая равная игра. И тут все в радиусе, в одном броске все находится. В одном броске и в одной реализованной атаке. Здесь шла игра до гола. Но ребята молодцы, провели характер, бойцовские качества. И все-таки дожали соперника. За это им большое спасибо болельщикам с победой. Готовимся к следующим матчам. После трех уверенных домашних побед «Сареарка» поднялась на 11-е место в турнирной таблице. Следующие два матча карагандинская дружина проведет в Казахстане. 4 октября в Нур-Султане наша команда встретится с дебютантом ВХЛ клубом «Намат». А 6 октября в Усть-Каменогорске с местным клубом «Торпеда». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. Благодарю за внимание. Это были самые важные события уходящего дня. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова